Ну что, трудовая неделя стремительно близится к своему завершению. Сегодня уже четверг, а вы смотрите программу «Наше утро» и мы, ее ведущие, Дмитрий Солдатов и Карина Хазин. Будем прямо сейчас немного заглядывать в будущее. Все потому, что в это воскресенье в России отпразднуют День таможенника. И это сравнительно молодой праздник, который был утвержден уже после распада СССР. В 1995 году случилось это 4 августа. Доброе утро! Какой таможня и чем занимается? Да, таможня, в общем-то, сегодня это по-прежнему орган, который формирует значительную часть федерального бюджета за счет пошлин и налогов при перемещении товаров через границу. Ну, как правоохранительный орган, таможня стоит на страже национальных интересов государства. И то, с чем она ассоциируется, борьбой с контрабандой, это, собственно, тоже, чем мы и занимаемся. А именно противодействие контрабанде наркотических средств, оружия, продукции военного назначения, предметов культурного и исторического достояния. Какой у вас был график работы во время пандемии? Что-то у вас изменилось? Несмотря на сложившуюся во всем мире непростую эпидемиологическую ситуацию, таможенные органы работали и продолжают работать в круглосуточном режиме, что называется в режиме 24,7. Ограничения, введенные на международные перемещения граждан, внешней торговли практически не коснулись. Кроме того, как показывает наша статистика, товарооборот челябинских предприятий практически не изменился в сравнении с прошлым годом, а перечисления в бюджет даже увеличились. Вместе с тем, одной из особенностей нашей деятельности в текущем году стало исполнение мартовского постановления правительства Российской Федерации. Если помните, весной в целях недопущения дефицита средств профилактики распространения коронавирусной инфекции правительство запретило вывоз из страны отдельных видов медицинских изделий, масок, бинтов, дезинфицирующих и противовирусных препаратов. И по результатам только этой работы нами совместно с пограничниками пресечен вывоз из России перечисленных мною средств общим весом 27 тонн. По решению суда товары были конфискованы, средства массовой информации освещали эти события и переданы в медицинские учреждения города и области. Поэтому можно сказать, что Челябинская таможня внесла свою скромную лепту в борьбе с распространением инфекции на территории области. Расскажите, какие еще нарушения в основном, ну чаще всего, досекают Челябинские таможни? Ну, хочется здесь отметить, что обеспечивая безопасность наших здоровья, жизни наших граждан, Челябинская таможня выявляет и пресекает ввоз на территорию области товаров, не прошедших те или иные формы государственного контроля. Товаров, не имеющие разрешительных документов. К этим товарам относятся в том числе и контрафактные товары. Только в этом году нами пресечен ввоз порядка 2000 тонн плодовощной продукции, не прошедшей карантинный контроль. Выявлены сотни тысяч единиц контрафактной, немаркированной продукции. Ущерб, предотвращенный государству, составил более 800 миллионов рублей. Ой, слушайте, это такая сумма, которая практически шокирует. Станислав Владимирович, мы хотели бы поздравить вас с наступающим праздником. И, к сожалению, время прямого эфира ограничено, поэтому вас поздравляем с праздником. И большое спасибо, что вы вышли сегодня с нами на связь и побеседовали. Напомним, с нами на прямой связи был заместитель начальника Челябинской таможни по экономической деятельности Станислав Васёв. Ну, тебе полезно был разговор? Ты узнал что-то больше о таможне, о челябинских таможнях? Я вообще понял, что это достаточно такой очень большой, крупный, весомый орган Российской Федерации, который, между прочим, обеспечивает нашу безопасность. Ну что, мы переходим далее. И далее рубрика у нас «Мужские советы». Сегодня мы узнаем, как правильно говорить так, чтобы вас хотели слушать и слышать. Смотрим.